муж пошел на хоккей на игру посмотреть там молодежь играет ну я попросила говорю с ними заодно как там в парке каким образом утки сидят или улетели уже и как деревья целы в парке или нет у нас парк очень красивый с прудом кататься на коньках не пошел потому что сразу после катания после катания сразу игра началась вот смотрите уток сколько плавает говорит зашел купил белый хлеб покрошил им туда воду покормил их сегодня я вот смотрю не такие красивые деревья как обычно золотые когда светит солнце но все равно уже конечно видно что глубокая осень мне нравится когда осень сухая но как тут может быть сухая если снег он еще до сих пор лежит посмотрите сколько его много интересно так деревья стоят в листьях тяжело им бедным и столько снега как-то вот в этом году вот так вот все летом конечно здесь хорошо есть одно удовольствие сидеть у воды наблюдать за гладью от этого пруда рукотворного утки тоже самое здесь плавают кстати некоторые зимуют иногда зима безморозная бывает даже дожди идут поэтому утки не улетают это вот здесь детская площадка дети приходят здесь играть а летом здесь насыпан песок все вода ограждена и поэтому здесь купальня для детей ну для подростков я имею ввиду какие красивые клёны яркие нарядные красиво а это уже катание не так много народу потому что не каждый себе может позволить это не дешево патрик ну-ка иди сюда у кого сил нет с утра пораньше не кормите нифига я вкусняшку не дали да патрюш так он возмущался на тебя что ты не дал вкусняшку патрюша патрик патрик вкусняшку хочешь отвяжись он лежит хорошо провокатор я всегда мою окна когда еще вот морозов нет но уже холодно становится вообще часто мою довольно таки стекла у окон потому что здесь дорога проходит внутри дворовая некоторые аккуратно ездят некоторые летают потому что хороший асфальт положили и поэтому все равно пыль летит несмотря на то что на улице влажность и сыра протираю муж всегда недоволен говорит что в холод кто моет окна а меня раздражает когда грязные стекла как вы к этому относитесь часто ли моете стекла я довольно частая сколько нами недели две тому назад мыло внутри то вообще часто протираю а снаружи вот снег и холод помешал вот так вот цветы сейчас выглядят вполне прилично зеленый газон георгины вот такие вот время не показывает свет отключали непонятно почему только по какой причине георгины почернили надо будет выкопать посмотреть как они там выглядят муж патрика повел на улицу гулять а патрик с бежит гуляет и мусор понес а я второе окошко мою вот георгины выкопаем ну даже если они замерзли ну что теперь делать ну вот так вот и на это место посажу луковичные нарциссы и тюльпаны а посмотрите еще до сих пор летние цветы цветут он как красиво не хотят они умирать наверное розы еще целы вот я второе окошко стекло мою ну чтоб уже все заодно и сейчас пойду тогда и третье по мою и третье пойду помою стекло спальне за дно уж сегодня уже не так сильно холодно все равно еще так как открываешь чувствуется что очень очень большая сырость но решила конечно протереть окна помыть их потому что неизвестно что будет тепло тепло будет или холодно или снег выпадет говорили вчера в новостях что снег выпадет дождем но все равно хотелось стекла помыть вот они какие стали прозрачные одно удовольствие прямо можно уже даже тюль вешать не знаю сегодня это буду делать или завтра наверное не все сразу чистенькие окна прямо душа и сердце радуется владимир андреевич ушел в магазин на рынок на рынке яблоки посмотрите посмотреть вороны ходят наверно тоже рада что снег сошел что потеплее стало кто говорит что у нас молодежи нет и детей в колясках вот иду что вам нужно пакетик яблоки что ли сколько стоит 3 яблоки 28 булочки какие булочки такие спеши слай сластена ты любитель молчим большому счету ничего не надо все изготовлены и первое и второе ну вот скучно скучно владимиру андреевичу ходит гуляет вот потихонечку вроде как пределе в магазин пошел ну пустили булочки 280 и яблоки антоновка 3 евро сейчас они уже ой ароматные такие любите антоновку очень люблю смотрите сколько много яблок конечно осень в этом году прямо нас радует радует яблочками мы с рынка покупаем и недорого и вкусно и без всякой обработки эти яблоки ну и помощь тем кто их вырастил кто их на рынке продает в основном это же пенсионеры как бы там не было прибавка какая-то к пенсии вот сколько яблок на 3 евро смотрите прелесть какая чудесные яблоки тройла тарарамт вот такой сейчас покажу как в саду там листья собирают видите ходят с такими трубами большими вот у нас здесь листья нападали можно будет их тоже собрать сирен так и так и лежит никто ее не поднял а у самой у нее наверно сеянет на это чтобы подняться ну вот так у нас здесь вот так и стоят из мешки с листьями чтобы засыпать все эти деревья деревья кусты и цветы вот надо будет флоксы срезать да вот здесь вот цветок развалился наверное тоже под тяжестью снега надо будет его тогда может быть обрезать да в вазу поставить а а а а а а а а медленно не спеша пока ты ходил я окна помылась ты ты ж при мне начинала ну так при тебе я тебе говорю это тебе реклама а что это такое за реклама читать ты умеешь или нет нет я разучилась компания разучилась я читать большие цены для новых клиентов новая программа интернет надо же почему-то мы так много платим здесь 19 ну мы платим 28 за интернет так что здесь практически все то же самое так что это замануха называется вруха замануха так 5.45 патрик покушал уже 5.45 ножку и на 10.44 вот такие вот упаковки с творогом 4 штуки на 3.96 они по 99 центов вот такой вот сыр 2.75 любите такой вот сыр копченый как я называла колбасный вот иногда хочется кусочек можно не можно хочется и вот такая вот сметана евро 12 на 2.24 пол килограмма уж извините все время показываю цены потому что сравнивают вот такая вот ряженка евро 49 700 сколько там 750 грамм 3.5 процента жирности вот значит это получается 16 евро вот это все плюс 2.80 булочки плюс 3 евро яблоки вот такие траты сегодня это георгины да это ж надо уже это ж надо же Женады же, вот тебе и зима, а розы сопротивляются. Все сейчас приведем в порядок. Засыплем листьями, срежу флоксы, посажу луковичные, подготовим все к зиме. Даже не верится, что только что снег шел и такой сильный недавно совсем. Смотрите, цветы вовсю цветут. И самое главное, трава зеленая, газон зеленый. Львиный зев цветет вовсю, ромашки цветут. Такое чувство, что и зимы у нас не было. Снова лето практически. Очень все это радостно. Ну что, вот здесь вот посадила, георгинами прикрыла. Вот здесь вот луковицы нарциссов посадила и тюльпанов. И вот здесь вот посадила. А здесь бутоны набирают хризантемы. Подвязать. Подвязать. Я за тобой. Гортензия там засыпает муж. Не знаю, еще листьев он много. Еще тут обсыплются эти листья. Красивые вот туи такие сейчас стали. Прямо прелесть. Какие красавицы. За лето так выросли. И все разного цвета. Розы прижали к земле. Такие шпильки у нас есть большие. Ну вот и обрезала я флоксы. Засыпала тоже кусты. Будем ждать зимы. Срезала львиный зерк. Уж больно он красив. Так жалко было. Но я понимаю, что... Я понимаю, что все равно завянет. Очень красивый. Сочный такой. Розы срезала. Посмотрите. Это они пережили метель. Вон какие нежные. Красота. Спасибо вам за комментарии. Чистого неба над головой. Здоровья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.